Ну вот, кажется, и то место, которое я искал. Я сейчас двигусь от Рязанской области до Владимирской, от Тумы до Гусь-Хрустального, и тут вдоль всей дороги, ну, примерно в 20 километрах от Тумы, начинаются бары. Потрясающие сосновые бары, но важно, что эти бары с баровиками. Они-то мне и нужны. А вот, кстати... Нет, это точно они. Надо остановиться. Надо брать, пока свежие. Как говорится, мастерство приходит с возрастом, а способность искать баровики прямо из окна машины, я заметил, появляется примерно на третий день жизни в барах. Уже видишь эти вишневые шляпки, уже как-то зрение настроено отделять их от общего фона, с которым они по непривычке. Честно сказать, ну, сливаются сразу. Так, вот главное не пропустить. Где же они, где же они? Тут, ребята, стояли два красавчика, ну, где-то метрах в десяти от дороги, и главное еще при этом не раздавить их братьев и сестер. Нередко это. А вот и... Опа! Да тут их не два, тут их три. Вот этот я не заметил. Вот этот я заметил прямо из-за руля машины, проносясь мимо. Видно прекрасно, машина стоит напротив. И это также я заметил сразу. Ага, там какой. Так, один. Второй. Ну и третий маленький. Так. Три. Ну, еще обсмотрю эту местность. Мало ли что. Если люди пропустили эти три, значит, пропустили и еще. Все может быть. Эти бары можно исследовать бесконечно. Лесные пространства тут большие, куча деревень. Главное узнать у местных, где сейчас идут баровики. Этим я и займусь. И грибы вроде уже не нужны, но когда едешь по проселку, ребята, ну, как удержаться? Каждый грибник меня поймет, когда видишь красные шляпки прямо на обочине дороги, вот в этом осиннике. Надо брать, что делать. Хотя подосиновики, я думаю, в этом году всех немного достали. Так вот мечтаешь о подосиновике, а он в больших количествах появляется и вроде бы уже насытился, а все равно берешь. Для меня подосиновик один из самых любимых, самых красивых грибов. Но этот год, по крайней мере, на юге Москвы и вот сейчас во Владимирских лесах настоящий подосиновиковый просто рай. Я думаю, большинство грибников за этот сезон насытятся подосиновиками на всю оставшуюся... Хотя нет, что я говорю? Грибами насытятся? Невозможно, я думаю, вы со мной согласны. И вот он. Еще один. Ну вот такой он молодой Владимирский боровичок. Как еще Владимир Салаухин писал в своей классической книжке «Третья охота», я думаю, любимой книжке многих грибников, как и начинающих, как и опытных. О себе могу сказать точно. Когда у меня в разгар зимы ностальгия по грибам, по лесу я открываю не справочники скучные, занудные, но правильные, а только Салаухина. И всем советую. Так, как писал Владимир Салаухин, первый раз сердце ёкает у любого грибника, когда вот находишь такого красавчика, а второй раз сердце ёкает, когда ты срезаешь у него ножку и думаешь, червивый он или нет. Сейчас, прямо скажем, ножку я даже боюсь трогать, результат не гарантирован, точнее, гарантирован в девяти случаях из десяти, что даже такой малыш окажется червивым. Но все равно принесу его домой, пускай ёкнет сердце дома. Чернушка всегда растет рядом с березкой. Если бы побольше было бы найти, можно было бы хорошо бы засолить. Ну, а вот еще один. плотненький. Любят боровики, да и многие грибы, особенно благородные балетовые, какие-то такие изменения грунта. Я не побоюсь этого слова антропогенное воздействие человека. Но объяснение на самом деле этому простое. холм, ну, недаром он называется бугровой, он хорошо прогревается и грибница как раз вот на таких хороших прогретых местах предпочитает образовывать плодовые тела свои. Аккуратно его подцепим. даже видно, даже видно, что у него корешок слегка изогнулся. Кстати, вот почему не стоит никогда боровики срезать. Если бы срезал, ну, сантиметра три ножки осталось бы точно внутри этого холмика. но зачем нам терять такую большую часть белого гриба, я думаю, абсолютно незачем. Честно сказать, ребята, просто достали эти споры срезать или выкручивать, в который, раз говорю, все это идет от абсолютной, какой-то чудовищной махровой безграмотности. на Руси никогда никто грибы не срезал. Никогда. Все это пошло с середины 20 века с работ одного европейского миколога, который уверял, что шампиньоны нужно срезать, и это касалось только культурных шампиньонов. Лесные грибы или просто рвали, как благородные, или ломали, говорили, ломать грузди. Ну, потому что так гораздо проще, ножка не нужна, а шляпка легко ломает. И еще один, конечно, миф, что корешок, если вы срезали, загнивает, и это как-то вредит грибнице. Я вам открою тайну. 99% грибов умирают в лесу своей смертью, и грибницы, то, что они гниют, буквально разлагаются в лесу, это никак не вредит, только помогает. Она же этим питается. Она же питается вот всевозможной лесной органикой. Если бы не грибы, у нас все леса были бы в буреломе, захламлены. И спасибо вот этим маленьким плодовым телам, что помогают просто перерабатывать отходы леса. Так что абсолютно все равно, как вы извлекаете вот это прекрасное плодовое тело. Грибница глубоко, и это, даже, поверьте, не почувствует. Даже если вы придете сюда с лопатой и выкопаете его с кубом земли, никакого урона грибницы, еще раз повторяю, это не несет. Кстати, вот буквально размером 20 на 20 сантиметров может быть несколько десятков километров. Грибница, тут весь лес, буквально насквозь, весь лес пропитан грибницами. Ну, ребята, и благодаря этому мы существуем, грибники. А вот он, колпак кольчатый, уже такой взрослый. Характерные признаки колпака, по которым его не спутать ни с каким мухомором. Отсутствие утолщения у ножки, так называемой вольвы. Ну, пленочка под шляпкой есть, но уже она почти ушла. Редкие пластинки, весь он такой серый, без малейших крапинок. И шляпка такая вот слегка даже неровная, а вот еще и маленький растет. Понятно, почему он называется колпак. Он действительно как колпачок. Вот, кстати, и зеленушки в барах. Конечно, понятно, почему она так называется. Гриб зеленый как снаружи, вверх шляпки ну, точнее, у него больше он какой-то коричневатый, зеленоватый. А внизу, конечно, она тоже вся зеленая. Кое-где в Европе зеленушка уже считается даже ядовитым грибом, потому что есть случаи отравлений. В России таких случаев еще не зафиксировано. К сожалению, она очень накапливает песок, растет на таких песчаных почвах, в барах, и ее долго грибом, 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 нужно отмачивать, ну, чтобы просто из нее ушел песок. Но соленая она прекрасна. Но мы не в Европе, мы возьмем. А вон там еще вдалеке я также вижу колпак. Вот он. Так, фокус настроился. Пойдем его заберем. Ну, колпаки видны на зеленом мху издалека и заметны гораздо лучше, чем боровые. Наглядный пример. В зеленом мху у барвиков почти всегда вот такие длинные фантастически красивые ножки. Но вот этот барвик, чтобы дотянуться шляпкой из мха, потому что грибница глубоко, он вынужден отращивать вот такую длинную длинную ножку. У барвиков на белом мху ножки, конечно, более короткие и неказистые. А вот этим способом проверки, барвик это или нет, если увидишь такую припухлость, маленький, почти незаметный холмик во мху, поделились со мной местные, берешь и аккуратно, аккуратно наступаешь на него. Если продавливается, значит какая-то совершенно неценная поганка. А если холмик твердый, упругий на 90%, что это боровик. Главное осторожно. Еще можно сесть на колени и своего рода пропульпировать холмик, как это бывает у женщин, когда им ощупывают грудь на предмет всяких плохих образований. точно точно так же можно поступать и сам холм. И если там уплотнение, почти точно это боровичок. Но холмиков много, и поэтому с точки зрения экономии энергии, а по лесу еще ходить долго, гораздо оправданнее аккуратно наступать ногой. Если там боровичок, вы это точно почувствуете. И вот так вот я щупаю и почти уверен, там как раз сейчас маленький боровичок. Посмотрим мою догадку. Все верно, это, конечно, он. Уверен, еще три часа назад его тут не было. То есть он даже не вчерашний, не ночной, а утренний боровичок. Ну, вот такая крошка. Найденная методом ноги. Все по классике. Но хороши ведь первый, второй, даже не второй. Под ним есть маленький третий. Для боровиков достаточно минимально сухого места. Вот тут уже низина, тут их меньше гораздо шансов встретить. Но даже вот в таких зеленых мхах, хотя принято, что они растут на буграх, поэтому и называются бугровые, все-таки на холмиках даже вот таких они растут. Типичный бугор, хоть и маленький, хоть и без голубого мха, нужно быть внимательным. Вот такие боровички и вот этот еще. Точнее два даже. Но не прележе. Каждый раз смотрю на них и поражаюсь. До чего же грибной бог или эволюция мудрые. Кстати, вот боровики и вообще все современные грибы практически появились еще во времена динозавров. Менялись биотопы, менялись деревья, но грибы настолько способны приспосабливаться, что они и на своем веку эволюции, хотя уже плодовые тела были фактически 60 миллионов лет назад, вот прямо такие же способны образовывать микоризу и подбирать для себя новые биотопы, новые деревья. Интересно, с какими деревьями росли боровики 60 миллионов лет назад, когда еще тираннозавры по мещоре бродили? Я подозреваю. Я думаю, ежоик пестрый ни с каким другим грибом не перепутать благодаря вот этим чешуйкам и сосочкам снизу шляпки вместо трубочек и пластинок. Двойников он никаких не имеет, но, как ни странно, вот эта штука съедобна и высушенная. В принципе, достаточно ароматна. Но этот старый, конечно, только сушить. Молодые можно даже пожарить. А это уже не боровик, но издалека думал, что боровичок. Но шляпка коричневая, кто-то уже дырочки в ней сделал. Местные называют обычные эдулисы амшарными. Ну, непонятно, кстати, достаточно, почему. И те, и другие растут во мху. Понятно, что слово амшарный произошло от слова мох. амшарный. Они, конечно, меньше ценятся, гораздо, чем сосновые боровики. Ух, даже не будем брать. И вот классический белый мох, зеленая влажная болотина. Они всегда среди сосняка, между буграми. И все по классике. У болотины метрах в двух от нее. Сперва заметил вот эти. Один. А, какой. Вчера их еще не было. Вчера я тут ходил. Второй. Возьмем его. А вон там третий примастился за сосной. Но самый маленький, самый хороший. Вот он. Ну вот перед таким боровичком не грех и лечь прямо пузом на хвою, на мох. Аккуратненько его разгребу. Ну просто идеальный я думаю боровичок такого размера. Еще бы он был чистый, что сейчас даже в сентябре для Владимирских боров, а я напомню, нахожусь ну в паре десятков километров от гусь хрустального в сторону туму. Есть тут одна дорожка, одно ответвление. Ну еще километров десять на восток. Жалко конечно, что у нас под Москвой нет таких боров. А может быть и хорошо. Кстати, всегда есть повод прыгнуть в машину и 300 километров отфигачить в один конец Антопнкада. Это самое ближнее место, где растут боровики. Все таки Псковская область, Карелия, Архангельская, подальше. Но туда в этом году я еще думаю, ехать или нет, потому что боровиков много. И под Архангельском было в районе Красноборска у села Большая Слуда. Там, кстати, даже отмечают в середине сентября день белого гриба. Планировал туда съездить, не знаю, получится или нет. Слой боровых у них закончился. И даже которые были, ну, 95% абсолютно червивы. И даже цены закупочные на них сильно-сильно упали. Тут боровых также не принимают, ну, потому что некоммерческий в этом году гриб принимают лисички от 80 до 150 рублей за килограмм. Вот сейчас цена 150 рублей, а еще пару дней назад была цена 80 рублей, но лисичек становится меньше. И чтобы люди как-то деревенские несли, закупщики вынуждены были цену поднять. Я туда еще, кстати, приеду сегодня и может быть сдам немного лисичек, а этот кузовок. Кузовок, кстати, отличный, ребята, вещь всем советую. Мастеров осталось мало, но мне тут по случаю на время досталось такое чудо, удобный, легкий, гораздо лучше, чем корзинка. Вот сейчас думаю, где бы найти такой и к этому спрятался. За сосной думал, я его не найду. Найду. Ух-то, ножка какая оказалась. О, какой. Ну, хорош, красавчик. Ради них и стоило сюда ехать. Ах! Внезапно испугался. С обратной стороны его сидел огромный паук. Не уверен, что ядовит. У нас вроде особо ядовитых нет, но не хотелось с ним сталкиваться. Мне вчера уже хватило лесных ос. Шесть-семь укусов. До сих пор рука опухшая. Укусили меня сперва в правую руку, потом в левую руку, потом в задницу, потом в живот и в довершение в шею и под глаз. Но вроде бы опухоль уже спала. Еще села одна на губы. Вот если бы на язык села, были бы проблемы. Я бы тогда сегодня вообще не смог говорить. Может быть, для некоторых и хорошо. Но не для меня. Я-то люблю потрепаться в камеру. Сколько у него тут мушек, грибных комариков. И все они, все они отложили, боюсь, уже в нем свои личинки. И кто-то его даже в детстве травмировал. Наверное, наступил. Возможно, это даже был я несколько дней назад. Между Тумой и Гусь-Хрустальным я несколько лет назад нашел свой первый боровик. Думаю, туда еще вернусь. Вот прям в это место. Может быть, там еще один ждет меня красавчик. А дело три года назад было так. Вечерело. Я приехал в Бор поздно. Ну, уже сентябрь. Темнеет рано. Ищу, мотаюсь, ничего не нахожу. Расстроился. Смотрю, гриб у обочины. Подхожу к классической Эдулис. Ну, зачем мне Эдулис? Эдулисов у нас и под Москвой полно. А нужен же вот такой боровичок именно с вишневой шляпкой. И все-таки я его нашел. Ну, а эти чуть не пропустил. Прямо у бревна притаились. Один и второй. Причем это доказывает, что грибы абсолютно одинаковые боровики пенофилусы, но имеют разный цвет шляпки, даже растущей из одной грибницы. Вот она, темно-вишневая шляпка, а вот она, больше коричневая шляпка. От чего это зависит, даже микологи не знают. Но, тем не менее, ну, это как рыжий человек и брюнет. Корень уходит прямо под дерево. так, попытаемся его не повредить. Оп, один. Ну, вот такой вот красавчик. И второй. Тем временем, корзинка-то наполняется. Я, когда сюда приехал, ну, думал, будут. Одни колпаки, зеленушек несколько. Сезон в этом году странный. Грибы идут давно. Какая-то плавно уходящая, переходящая непонятно во что вторая волна. Третья, настоящая, осенней, сентябрьской в конце августа, которая должна образовываться. Ее еще называют листопадная. Пока нет, но в барах, прямо скажем, и без грибов классно. Хотя, кому я вру, без грибов в Москву возвращаться, прямо скажем, грустно. даже из таких фантастических баров. Но сегодня я точно грустный. Не вернусь. Почти 300 километров от Москвы и такая сказка. К сожалению, это самые ближние бары, которые есть у Москвы. В Подмосковье баров нет. Ну, точнее, есть. Кое-кто находит баровики южнее, я знаю, под Серпуховом. Кое-кто находит на востоке, но настоящие бары и настоящие. А что это там такое? Что интересно, не знаю почему, но в барах много грибов имеют коричневую, темно-коричневую, красноватую окраску. Просто выдают себя за боровик. Вот так издалека смотришь, сердце ёкает, а по факту оказывается не боровик. Ну, вот на коричневых иголках боровики, конечно, заметны с трудом. Вот на белом они заметны издалека. Я сперва, как и местные, смотрю вдаль, смотрю, смотрю, нет коричневой шляпки, тогда смотрю ближе. Это вот такая технология поиска. Может быть, на самом деле многими взята на вооружение. В наших смешанных лесах она не годится, но только если дело не касается подосиновиков, которые также заметны издалека. В каких-то густых кустах, в бареломах заметить грибы крайне сложно, особенно издалека. А вот в елочных посадках в бару технология вполне рабочая. Ребята, вот почему в путешествии я обычно беру лодку, точнее байдарку. Как еще можно насладиться тишиной леса только посреди реки? При этом, что важно, очень практичный момент. Слева от меня смешанный лес, осинки, сосны, дубы, в общем, все деревья в ассортименте. А справа от меня сосновый бор, вот он за моей спиной, где боровики. В общем, совершенно разные биотопы и, соответственно, грибной ассортимент. Боровики слева, конечно, расти не могут, даже небольшие вкрапления смешанного леса они не переносят. Но интересно, что же на том берегу. А там могут быть, я уверен, лисички, подосиновики, подберезовики, обычные, балетус и дулис. В общем, много чего еще. Ну, это на тот случай, когда боровики надоедят. Хотя, кому еще надоедали боровики? Покажите мне этого грибника. Я думаю, такого просто нет. А главное, нет народа, что огромное достоинство этих мест. Хотя, казалось бы, цивилизации недалеко, достаточно поехать по дороге от Тумы до Гучхрустального и сворачивать на маленькие региональные дорожки. Сперва асфальтовые, потом грунтовые, но это уже через Сосновый Бор. Прямо скажем, Сосновый Бор не всегда тут подходит вплотную к дороге. Лучше, если не знаете, или заранее посмотреть со спутника, или поинтересоваться у местных, где тут Сосновый Бор. Потому что вот так едешь по дороге, смешанный однотонкость. Достаточно отъехать вглубь леса метров на сто и начинается Сосновый Бор. Некоторые вот так ездят и даже не представляют, что Бор где-то рядом. Ну, а логическую цепочку продлить очень просто. Бор это Боровики. Но пора причалить к тому берегу. Ох, я думаю, есть там на что посмотреть. А то все Боровики да Боровики. Но сейчас, кстати, в лесу жара. По всей европейской части страны такой жары давно. Не было в сентябре, дождей нет. Все мучаются и грибы, и грибники. Но, ребята, наглядный показатель того, что грибы тянутся к влаге. Вот в лесу маслят просто нет. Ну, нет их маслят. Вот сейчас я подплыл к отвесному берегу и прямо в паре десятков, а иногда и ниже сантиметров от воды растут целые семьи маслят. Грибы тянутся к влаге. А тут утром туманы, безумно красиво, испарения. И вполне этого хватает, конечно, для образования плодовых тел. А мы-то все ждем дожди, а на самом деле достаточно спустить лодочку, подплыть к отвесному берегу, и вот оно, грибное, изобилие. По-моему, маховички. Тут главная задача не перевернуться, не угробить себя и камеру. Кстати, так можно и боровичок, я думаю, где-нибудь заметить, но пока его не вижу. Хотя я находил боровики прямо с воды, росли порой прямо у сосен. И тут надо как-то до них да, неплохие маслята, сосновые, как они свешиваются. А так вот ходишь по лесу и не представляешь, ну, пока лодку не достанешь. Так, положу камеру и попробую причалить. Сейчас, как бы не навернуться теперь. И не за что ухватиться, вот какой бы корень был, но корня тут пока нет. Ну, что же, водяные маслята, первые маслята, собранные прямо с берега. Ну-ка, сейчас чуть промазал, но ничего, потому что в одной руке камера, в другой маслята, а я вынужден был собрать их все, а не по одному, а то бы меня снова отбросило от берега. Корни никакого нет, за что ухватиться. В общем, все, ребята, на авось, но авось мне на этот раз помог, дед авось. Ну, что делать? Надо опять вдоль берега прокатиться и посмотреть, может быть, есть еще грибы, хотя я вижу вон там вдалеке еще маслята, еще. Слушайте, по-моему, даже там ежовик есть. Грибная охота, она такая, на выдумки хитра, а как по-другому? Скорее бы дожди пошли, если пойдут дожди, я надеюсь, червивость уменьшится, еще чуть-чуть похолодает, а боровики, как известно, не боятся холода. Наоборот, для образования плодовых тел нужен контраст температур, то есть похолодание, особенно ночное, чтобы грибные комарики, грибные мушки наконец-то сдохли. Все тут ждут дожди, пока дождей не видать и в перспективе тоже, но на самом деле есть еще в запасе почти месяц. Боровики могут идти до конца октября. Не такими волнами, но зато плотные, чистые, отличные грибы вполне себе еще могут нас порадовать. И тогда снова сюда в Мещеру, да и даже грибов, если нет, места тут фантастически красивые. Главное, что вот я уже тут пару-тройку дней народа практически так же нет. Может быть, всего пару грибников встретил. Ребята, это просто невероятно. Кстати, знаете, что один америкос несколько лет назад нашел первый макромицет, то есть гриб с ножкой, со шляпкой, под водой. Не помню точнее где, могу ошибиться, то ли в Колорадо, то ли в Аризоне, в горной речке вот прям растут такие фантастические плодовые тела. У нас реки не исследованы, а если может быть занырнуть, может быть там тоже колосятся грибы. Ну, не боровики, конечно, какие-нибудь маленькие, со шляпками, но пока найден всего лишь один вид в Америке. А чем мы хуже? Рек-то у нас не меньше, а то и поболее. В общем, надо исследовать. Те, кто увлекается подводной охотой, ребята, будьте внимательны, вдруг и вы найдете первый российский подводный гриб. Чудеса случаются. Прямо скажем, это я удачно приплыл, и вот они коричневые и красные шляпки прямо передо мной. Пусть у нас боровичков нет, но зато есть, ребята, посмотрите, какая штука. Три, причем плотных достаточно, подберезовика. Ну, красивые. Вон еще парочка. А что там вдалеке у нас? Так, положим этот сюда. Петя тоже соберем. Ну, конечно, это подосиновик. Неплох. Желто-бурый, очевидно. Так, где у него там ножка-то? Ножка, ух ты, ножка, ножка идет куда-то, ножка идет куда-то вдаль. Так, подосиновичек раз. Должны, должны быть еще. Тут к этому я, конечно, опоздал. Насадим его на пенек. Эх, если бы такого размера были грибки, было бы здорово. Но пускай, пускай споры из трубочек его летят, пускай разносят, размножаются. А вон еще я вижу маленький. Где он? Вот он. Подберезовичек. Ага, и для ассортимента лисички. Кстати, лисички сейчас тут принимают по 150 рублей за килограмм. И, в принципе, местным это позволяет как-то жить. А вот тебя-то я сразу не заметил. Как же я тебя не заметил, если ты такой яркий, красный. островки смешанного леса в барах. В принципе, если не очень нужны баровики, ну или они червивые, увы, в этом году погода способствует. Грибных мушек развелось очень много. Что интересно, грибные мушки прежде всего интересуются баровиками, а грибные комарики пластинчатыми грибами. Но дело не в этом. Дело в том, что в смешанном лесу тут более чем достаточно подосиновиков, подберезовиков. Ну, подберезовики тоже, увы, червивые. Есть и разноцветные, есть и болотные. В общем, подберезовики на любой вкус. Желтобурые подосиновики и сосновые подосиновики. Этот год, кстати, я думаю, можно объявлять годом подосиновика. Ну, недаром у меня у самого сменился цвет банданы с хаки на красный. Никогда не думал, что я это скажу, но сейчас вот они, да простит меня грибной бог, надеюсь, он сейчас отвернулся по своим делам, он меня не слышит, уже немножко поднадоели. Хотя, как может надоесть такая красота? Зато в отличие от белых почти все подосиновики чистые. Ситуация в смешанном лесу под гусь-хрустальным также понятна. Впрочем, пора и честь знать и плыть через речку гусь на свой сосновый берег. Все-таки я сюда приехал конкретно за боровиками. Так, где моя лодочка-то? Не уплыла, надеюсь, по течению. Места-то такие, всякое бывает. Ну, вот как-то так. Такой сегодня урожай. Будет третий слой или нет, или второй слой или нет. Этот год действительно очень странный. Вот сейчас во Владимирской области идет фактически первая волна еще началась с июля. Идет такая вяло текущая боровиковая волна. Она то увеличивается, то уменьшается. Она плавно переросла в последнюю волну, осеннюю, как ее еще называют, листопадную. Как там дальше будет с погодой, все от нее зависит. Боры примерно начинаются, наверное, километрах в 15 от Тумы. Справа, слева можно их увидеть. Но, кстати, если едете по маленьким региональным дорожкам, нередко бор не виден. Я пользуюсь таким методом, чтобы найти бор. Спрашиваю в магазине. Еще можно со спутника смотреть. В принципе, где сосны, там видно. Не всегда четко, но видно. Особенно осенью, потому что сосны, понятно, вечно зеленые, а смешанный лес, увы, желтеет. Почему я так люблю боры? На самом деле, не только из-за вот таких вот, так, где у меня тут самые красивые, хотя они все прекрасные, не только из-за таких вот баровичков, но а потому, что просто, ребята, в бору не ощущается приход осени. Зеленый мох и белый мох, который так любят баровики, зеленые сосны, зеленые елки, в общем, все зеленое, дышится легко, особенно, когда солнечный день. Вот сейчас в смешанном лесу, ребята, особенно в Березняке, уже грустно, листья падают, чувствую, не за горами зима. И придется ждать апреля первых степных сморщков, но которые я нахожу из первых съедобных грибов, конечно, где-нибудь под Ростовом на Дону, а потом сморщковые шапочки, конические сморщки и понеслось. В барах, ребята, я думаю, до конца октября, да что до октября, если снега не будет, то и до ноября, практически лето, уже баровики вот в нормальном объеме растут, увы, не каждый год. Прямо скажем, уже два года не особо грибные. Ну, если честно сказать, это, конечно, все ерунда. На самом деле, тут может быть столько баровиков, что сколько бы народа не было, корзину-другую за час-другой можно поиметь. Ну, такой был 16-й год. Так что, ребята, не теряйте время, в смешанных лесах все давайте в бары. В Карелию, под Псков, под Вышний Волочок, в Архангельскую область, под Красноборск. Но самое ближнее место к Москве, это, конечно, Тума, Гучхрустальный, Рязанская, Владимирская область, Мещера, где, собственно, сейчас и путешествую. Пора домой. Так что, ребята, встретимся в лесу. Ну, надеюсь, все-таки в разных лесах. Признаться, я по лесам предпочитаю бродить в одиночестве, как и большинство нормальных грибников. Честно сказать, уже немного поднадоели эти грибы, ну, потому что в свете фар постоянно попадаются они, увы, не боровики, а подберезовики. Ну, я сейчас все-таки остановлюсь, я не могу на это смотреть и соберу несколько. Ну, или я не грибник. Я сейчас в смешанном лесу и тут все, абсолютно все в подберезовиках. Я даже не глушу машину, чтобы не было соблазна тут подольше задержаться. Ну, бензин-то тратится, деньги капают. А пока я все-таки их немножко наберу. Местные их, конечно, не берут. Я, честно сказать, тоже подберезовик зачастую, ну, кроме твердоватого, считаю весьма ссорным грибом. А там, куда глаза глядят в этот молодой березняк, сплошные-сплошные подберезовики, но днем вернусь. А пока спать. Нет, ну, конечно, еще надо пожарить грибы и съесть их. Я думаю, этот туман к грибам. К сожалению, остался всего лишь месяц теплой погоды, потом октябрь, но синоптики-то сентябрь нам обещают теплый. К сожалению, теплый сентябрь нам не светит в плане грибов. Прямо скажем, нужны дождики, и чтобы чуть-чуть похолодалось. Но мы надеемся, все еще будет хорошо. Так, давайте. Видите, да что докатился? Популярный не значит богатый. Да, давайте лучше руками. Держите. Вы держите. Я держу. Тару. Я держу тару, да. В том еще хуже было. Да? Да. Да, в том, когда тоже жарко было. Да вообще жопа. А какой был год прям? 16-й. Да? Они росли прям из асфальта. Белые. Ребята, ну что я могу сказать? Мой первый опыт продаж лисичек уменьшался успехом. Сидел я прилично, полчаса уже думал, никто не остановится. Но остановился один чувачок с тату примерно там же, где и у меня на руке. Я просил за свои лисички. 350. Сперва думал 500, потом думал, что я барыга что ли? Возьму. 350. Он говорит 300. Вообще уважаю тех людей, которые торгуют сам такой. Между нами. Я бы ему грибы подарил. Но бизнес есть бизнес. 350 рублей, это, наверное, километров, это 60 на моем грибмобиле по деньгам. В принципе, если бы я привез грибов больше, ну, не знаю, килограмм 10, я думаю, за день бы я их точно все реализовал бы. В общем-то, на пути к Москве цена увеличивается, ну, раза в три. Что справедливо? Просто на Егорьском шоссе, по которому я ехал в Москву, местные, деревенские, грибы, может быть, продают и дешевле, плюс там конкуренция. Я решил продавать грибочки поближе к Москве. Ну, прямо скажем, под Домодедово, на небольшой дорожке, где мало шансов нарваться и на ментов, в том числе. Главное, выбрать правильную локацию. Это два лежачих полицейских, с одной и с другой стороны, ну, чтобы машины притормаживали и не могли пропустить мои грибочки. И меня тоже, и мой гриб-мобиль. Потому что на Большой Магистрале, во-первых, там есть и ДПСники, хер знает, что они за это могут начислить, за незаконную торговлю. Ну, и плюс, когда все несутся, зачем быть инициатором какого-то ДТП. Так что, ребята, первый мой опыт продажи грибов в принципе завершился успешно. Ну, конечно, кому я вру, на самом деле не первый. Иногда я такой ерундой балуюсь, не ради денег, а ради удовольствия. Честно сказать, торговать мне нравится. И на грибах вполне можно жить. Ну, как жить? Бензин окупить на боровиках и лисичках можно вполне. Главное, чтобы был сбор. Так что, до новых встреч, конечно, в моем любимом лесу. Ну, или на магистрали. Если увидите меня продающим грибы, не удивляйтесь. Ну, было классное путешествие, классные люди. Поэтому, в принципе, в принципе, я с собой доволен. Было бы еще больше грибов, то, ребята, вообще. А теперь здравствуй, Москва. Блин. Ну, я думаю, я выдержу в ней всего лишь пару дней. Потом опять в лес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова